Рабочий визит главы района Валерия Гаврилова на станцию обезжелезования был по времени недолгим, однако довольно-таки информативным. Сейчас этот объект ведет компания «Рембурводстрой». По мнению главы, компания уже зарекомендовала себя с хорошей стороны. Они во многих регионах нашей страны занимаются специализированными как раз станциями обезжелезования. Так что это их непосредственно работа. Это профессионалы. Здесь не будет, знаете, какого-то объекта потом, который будет давать нам проблемы. Прежде всего, Валерия Гаврилова интересовали сроки запуска станции обезжелезования. Все работы уже идут к завершению, однако нужны были конкретные даты. Поставлено оборудование, обвязано, пущено пять модулей, то есть пять модулей уже отрисованы и пущены, в принципе, они уже прошли проверку. Сейчас остальные пятнадцать заканчиваем. Заканчиваются все работы по монтажу оборудования. И в этот выходной намечена уже, можно сказать, опрессовка этого оборудования для того, чтобы на следующей неделе закончить пусконаладочные работы. И буквально дней через десять, максимум через две недели запуск в рабочее состояние вот этой станции обезжелезования. Станция обезжелезования с установленным современным оборудованием позволит существенно изменить качество воды. О нынешних проблемах с водой глава района в курсе. Именно поэтому он держит на личном контроле этот объект и каждый раз подгоняет руководство компании к скорейшему воду в эксплуатацию этой станции. Люди реально раньше Нового года почувствуют совершенно другое качество воды. Не будет никакой ржавчины, потемнений воды. Я думаю, что эту воду можно пить будет. Уже сейчас идут разговоры о похожей станции обезжелезования на улице Синной. И ответственным за эту станцию, скорее всего, станет компания «Рембурводстрой». Мы сейчас активно работаем, чтобы на Синной улице водозаборный узел в следующем году тоже сдать в эксплуатацию станцию обезжелезования. И вообще по городу Дмитрово снимутся все эти проблемы. Спасибо.